Илья Семяков Илья Семяков показывает стабильно высокие результаты и в этом сезоне, и в предыдущие годы за ним следят сотни тысяч болельщиков. И это большое интервью, уникальный разговор, в котором мы обсудим сезон, результаты, методики подготовки и массу профессиональных нюансов с известным чемпионом. А также, конечно, вспомним Олимпийские игры и мировые старты. Как же это было? У Ильи кучу интересного опыта, которым он обязательно поделится. Большой разговор и содержательная беседа с известным профессионалом и реально очень и очень крутым спортсменом. Обязательно ставьте лайк этому выпуску прямо сейчас, чтобы больше лыжников, спортсменов увидели это интервью. Ставьте лайк! Скиньте ссылку друзьям, пускай они тоже присоединяются к нашему разговору. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить и следующие эфиры, репортажи и интервью лучших спортсменов-лыжников. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайк, пишите комменты и подписывайтесь. А мы начинаем смотреть и интервью. Всем спортивный привет! Я в гостях в комнате у известного лыжника, мастера спорта международного класса, участника Олимпиады и вообще звезды российских мировых лыж. Илья Семиков впустил меня к себе в комнату. Илья, привет! Расскажи, как твои дела? Всем привет! Все отлично! Бежим сейчас в Кубок России. Настроение отличное, все прекрасно. Ну, это хорошо, что настроение отличное, потому что я смотрю, что-то угрюмо некоторые ходят перед гонками. Ты, кстати, вот расскажи. Знаешь, бывает такое, что спортсмены перед гонками не хотят общаться, очень сосредоточены. Ты тоже перед гонкой какое-то особое у тебя состояние, скажем так? Ну, наверное, ближе к главным стартам каким-то, да. Ты больше уделяешь внимание вот этому настрою, как бы в себя чуть-чуть уходишь. Вот. А тут, в принципе, намного проще, когда дома мы соревнуемся все между собой. Наверное, не такой большой груз ответственности. Поэтому тут я более расслаблен, спокойный, поболтать могу. Вот. Намного проще психологически. Какой у тебя вообще план на этот сезон? Какие-то установки себе уже давал вместе с тренером? Ну, наверное, как и у всех, главные старты вот уже определились. Это Спартакеада и чемпионат России. И я думаю, что, как бы, мы к ним планомерно идем через старты Кубка России. В Кубке России будем везде участвовать. Ну, по максимуму, конечно, если там, дай бог, не будет никаких проблем со здоровьем и все. Вот. Поэтому Спартакеада, чемпионат России, будем стараться подойти туда в лучшей форме. А цели? Цели есть на эти старты уже какие-то? Ну, цели я прям так себе, наверное, не ставил. Задача, конечно, это первое место в какой-нибудь дисциплине. Это, наверное, главная цель. Ну, ты имеешь в виду на главных стартах, на чемпионате или Спартакеаде, да? Да, да, да. А на Кубок России вообще интересно же, вот кубковая система, когда на протяжении всего сезона нужно выступать хорошо. Насколько это вообще реально на протяжении всего сезона держать эту форму и показывать там выдающиеся вот результаты? Или вот эта просадка все равно там будет в любом случае? Я думаю, что в этом как раз и заключается опыт и мастерство, ну, спортсмена, который может на протяжении всего сезона показывать хорошие, стабильные, без просадок результаты. И отличает, наверное, молодых спортсменов от более опытных, у которых уже за горами не один сезон объемов, больших тренировочных часов. То, что ты можешь более стабильно проходить сезон. Ну, у тебя вот как с этим, со стабильностью? Прошлые годы получается без этих самых просадок? Ну, наверное, да, я пришел к тому, что я стал чуть-чуть, ну, более стабилен. В чем секрет? Расскажи, что нужно знать, особенное такое? Да, секрета нету. Просто тренировки изо дня в день, постоянная работа, улучшение своих каких-то качеств и слабых, и сильных сторон подтягивания. И в итоге все равно всегда это выливается в результат. Просто у кого-то это более ярко и быстро, у кого-то более медленно и постепенно. Скажи, вот интересно, да, раз мы заговорили про сезоны, про вот это выступление долгое, да, на протяжении всего сезона, какой лыжный сезон в своей карьере ты можешь назвать самым крутым и самым удачным? Наверное, самый крутой – это сезон, когда я первый раз попал на Кубки Мира, и для меня это все было ново. Это в каком году? Это, наверное, когда я уже как бы стал более стабильно выступать вот именно на Кубках Мира, это 18 сезон Зейфельда, 18-19, насколько я помню. Вот, и вот эта атмосфера Кубка Мира, она мне очень понравилась. Давай о ней поговорим. Вот расскажи, что это за атмосфера, особенно когда первый раз попадаешь. Мы недавно общались с Данилом Серохвостовым, известным биатлонистом, и он мне тоже рассказывал о своем дебюте, говорит, что это абсолютно там другие ощущения, какие-то эмоции, вот непередаваемые. Можешь о них рассказать? Ну, конечно, другие эмоции, потому что это более, во-первых, высокий уровень соперников. В первую очередь, большая ответственность от тебя. Ты поступаешь все же за страну, и все равно внутри России у тебя меньше как бы ответственности на тех же Кубках России. А там более высокая ответственность, плюс сама атмосфера праздника, который там устраивает. У нас, конечно, к этому тоже все идет, и неплохие старты уже были сделаны в прошлом году. Тут даже, например, чемпионские высоты, чемпионаты России проводятся. Сравнить можно или пока нет? Ну, пока я думаю, что мы как бы отстаем, но есть куда расти. И именно вот как болельщики себя ведут... Там, на мировых, да? Да, да. Как они поддерживают, это все равно, они как-то ближе к спортсменам. Вот нету таких жестких, наверное, рамок, которые есть вот у нас в России именно со стороны там... Организаторов, судей, да? Организаторов, да, судей вот в этом плане. Потому что, как бы, свободно могут, в принципе, на любую точку трассы попасть. И мне кажется, что это... Если бы у нас были бы такие же разрешения, это бы дало еще дополнительный толчок какой-то. Кстати, это очень важно. Это здесь я с тобой соглашусь, потому что здесь, в Тёе, болельщиков немного. Я прилетел издалека, чтобы показать вот как раз болельщикам, как вы выступаете. Хотел пройти на подъем, при том, что я аккредитованный журналист в майке пресса. И судьи очень сурово не пускали меня на подъем. Вопрос, зачем тогда нужны гонки, если их нельзя посмотреть? Поэтому здесь я с тобой соглашусь. Правда, есть над чем работать в этом смысле. Скажи, вот мы вспоминаем самые такие яркие твои эмоции, да, самый удачный сезон. И ты говоришь, прежде всего, о дебюте на Кубке мира. Учитывая, что сейчас нет вот этих мировых турниров, нет международной арены, доступа к ней. Как у тебя с мотивацией? Какие вот эти ощущения, если знаешь, по-спортивному, откровенно, насколько сильно это влияет на твое ощущение, как на спортсмена, во время тренировок и так далее? Ну, в прошлом сезоне проблем с мотивацией вообще не было. Наоборот, мотивация была еще сильнее, потому что прошел олимпийский сезон. И, как бы, с мотивацией я вообще никаких проблем не испытывал. В этом, наверное, летом какие-то были зачатки того, что потеря мотивации. Но вот пришли первые старты, летний чемпионат России. Как говорится, дали там по ушам мне. Ну, я все сразу сбодрился. Тонус появился, да? Да, тонус появился, взбодрился. И сейчас, в принципе, вхожу в отличное настроение в сезон. И даже получаю удовольствие, можно сказать, от гонок. Ну, так звучит, даже получая удовольствие, не всегда получается его питать. Ну, иногда бывает такое, что результаты, когда тебя не удовлетворяют, немного бывает, что и настроение с этим ухудшается, и какая-то такая депрессия появляется. Особенно тяжелые месяцы, вот это ноябрь, декабрь, когда вот темно на улице, холода. И бывает тяжеловато в этом плане. А мне казалось, осень это еще более суровый период или нет? Ну, осень тоже, да. Поэтому стараемся осенью куда-то выехать, хоть там в Сочи, например, на Красную Поляну, где хотя бы побольше солнышка чуть-чуть, витамина D получить. Чтобы вот эту, вот как у нас в Сыктывкаре, например, дожди постоянные, серость, чтобы ее хотя бы как-то разбавить. Не в полной мере вкусить. Скажи, Илья, я хотел еще по поводу уровня спортсменов поговорить. Потому что, знаешь, когда вот эти все недопуски и отстранения случились, многие обсуждали, была дискуссия по поводу того, что, возможно, уровень спортсменов наших российских будет постепенно падать, потому что конкуренция только среди своих и так далее. Прошло уже полтора года. Вот как с этим сейчас? Конкуренция упала? Вот уровень спортсменов падает или не падает? Может быть, растет? Вот по себе как-то скажешь. Ну, я думаю, что уровень точно не упадет, наверное, потому что все же в России хорошая конкуренция. Плюс молодежь не дает расслабляться. Всегда появляются новые имена, подстегивают. Я думаю, что у нас точно, в принципе, ну, проблемы с уровнем, ну, западения уровня не будет. Другой вопрос в том, что чуть-чуть, может, надо будет адаптироваться потом к этим трассам, к этим скоростям. Немного у нас все равно другой рельеф трассы. Ну и снег, говорят, что да, не такой быстрый. Ну, снег, да, не совсем такой быстрый, как там. Ну, в принципе, вот весной тот же чемпионат России мы уже проводим на приближенном снегу. Мне интересно, как ты к этому сезону подошел? Насколько у тебя успешно получилось пройти подготовительный сезон, подготовительный период? Расскажи, как все прошло? Были ли какие-то сбои или все нормально? Ну, подготовились, в принципе, неплохо к этому сезону. Сбоев, наверное, было не так много, как, например, у некоторых ребят и групп. Поэтому, в принципе, к сезону я готов неплохо. Другой вопрос в том, что мы специально, например, не форсировались к этим первым стартам и довольно поздно, например, скинули тренировочный объем и именно силовую подготовку. Поэтому, возможно, может, первые старты будут не так ярко проходить, как нам хотелось бы, но рассчитываем, что будем разгоняться с каждым стартом и выйдем на пиковые показатели именно к февраль-март. У подготовки еще интересно, поделись, как спортсмен, какой месяц подготовки у лыжника самый жесткий? Наверное, это, ну, лично по себе, я вот сижу, это, наверное, июнь, когда ты начинаешь, ну, работу втягивающую. Июнь, очень большие блоки у нас силовой работы почти что и утром, и вечером, ну, ежедневная силовая работа, плюс сверху еще много аэробной работы, мало тех же интервальных работ, скоростных. Поэтому, получается, ежедневные большие объемы тренировочных часов, вот, и такая монотонная, тяжелая, мышцы уже силовыми прилично нагружены. И вот, наверное, вот июнь, начало июля, это вот такой самый тяжелый период именно для лыжника. — Скажи, а вот в таком случае интересно, ты можешь вспомнить какую-то самую адски тяжелую тренировку вот за этот подготовительный сезон, который прошел? — Ну, у нас, у Олега Горесовича есть такая тренировка, где мы включаем вставки с жилетом. Наверное, вот видели, там у Юрия Викторовича есть такие. — Силовые, да? — Да, у нас тоже такая есть на роллерах. Она там занимает порядка 3,5 часа, как бы все подробности не буду рассказывать, но вот из них, получается, с жилетом, который 10 килограмм, мы проводим больше двух часов. И это прилично, тренировка утомляет, и бывает там один-два дня, но восстановления тебе просто даже недостаточно после нее. — Это вот как раз летом, да, все проходит? — Да, да, это вот летом. — Все ясно. Интересно, знаешь, все всегда вот спрашивают, особенно юные лыжники, там, молодые спортсмены, всегда интересно объемы, а какие же объемы у самых крутых чемпионов. Ты можешь поделиться, какой самый большой объем недельный у тебя был там в часах или в километрах за этот подготовительный период? — Ну, примерно, если так смотреть, цифры, наверное, в часах это где-то за неделю 33 часа, это, наверное, пиковые показатели, а в среднем мы тренируемся, наверное, 27-30 часов вот так в этом диапазоне. А в километрах, наверное, даже не припомню, как бы, со мной мы ориентируемся сейчас больше по часам. — Не считаешь, да, километры? — Нет, километры считаю, просто как-то вот сейчас вот не смогу на вскидку вспомнить, сколько даже не акцентирую на этом внимания. Вот именно больший ориентир по часам. — А интересно, кстати, знаешь, вот у всех же разные учеты, такие там проделанные работы, кто-то ведет дневники такие вот, как тетрадки, как давно-давно там было в тренде, скажем так, кто-то вот все это на телефонах. Как ты сохраняешь данные о тренировках, как ты передаешь их тренеру? Вот у вас как это устроено? — Ну, у меня электронные дневники есть, куда часы скидываю все. И плюс еще в ручном режиме веду. Конечно, было в начале, наверное, моей, как бы, ну, карьеры, профессиональная ошибка, то, что я с детства его не вел, и сейчас было бы интересно было все проанализировать. И вот буквально недавно только, ну, пару сезонов начал вести уже в ручном режиме тоже дневник. — А почему ошибка? Вот расскажи, я думаю, что для молодых это особенно интересно. — Ну, я думаю, что это все равно некая самодисциплина, во-первых, вот именно для молодежи, чтобы упорядочить все вот свои знания. И плюс интересно смотреть, как бы, посмотреть анализ какой-то этого же с тренером, какая работа вам подходит, какая не подходит. Это все проще намного будет именно вот в дальнейшем. — Понятно. Как ты ответишь на вопрос? Что самое тяжелое в жизни профессионального спортсмена? — Наверное, это разлука с семьей, со своими близкими, потому что именно вот наша российская методика, она отстраняет нас от, ну, близких, наверное, там, ну, месяцев восемь в году. Из них четыре мы, в общем, находимся дома, восемь. Вот по выездам, на сборах, на соревнованиях. Я думаю, что это самое тяжелое. — А почему, ты говоришь, наша российская система за рубежом как-то по-другому устроена? — Ну, те же, например, норвежцы, они очень много тренируются дома и, в принципе, выходят из дома там уже и на роллерах, и на кроссах. Те же сборы, если мы проводим сборы там по три недели, грубо говоря, у них они более короткие и перерывы между сборами более большие. — Интересно, не знал. И в таком случае следующий вопрос. Что самое кайфовое в жизни профессионального спортсмена? — Ну, наверное, самое большое удовлетворение — это когда после огромной проделанной работы ты стоишь на пьедестале, получаешь награду и понимаешь, что в этот день ты сегодня лучший. Как бы ты не зря столько времени положил. — Столько времени и не видел близких. — Ну да, вот на пьедестале, да, это самые, наверное, самые яркие эмоции, потому что твой труд не проходит даром. — И у меня такой вопрос есть, я его часто задаю спортсменам. Ты, возможно, частично на него ответил, но я еще раз его задам, вдруг что-то вспомнится еще. Самый яркий момент в карьере — это вот все-таки дебют на Кубке мира или что-то другое? — Вот, наверное, так сразу сказать довольно сложно, какой яркий. Их, в принципе, было очень много. Основно, наверное, это связано вот с хорошими гонками, какие-то воспоминания. Вот. Олимпийские игры, наверное, тоже довольно такой яркий период. Конечно, там что-то не получилось, но все равно в памяти все это остается. И вот именно сам процесс подготовки к ним, самонахождение вот на Олимпиаде и выступление — вот это довольно яркое такое событие. — Раз уж об Олимпиаде ты заговорил, насколько ты доволен тем, как она сложилась для тебя? — Ну, не очень, конечно, доволен, но, видимо, не был готов в тот момент так хорошо. Ну и плюс какие-то, может, еще факторы сложились. Все же там была большая высота, и все индивидуально переносится. Все переносится индивидуально. Грубо говоря, за неделю до стартов я вообще себя прекрасно чувствовал. Вот, и немного стало ухудшаться в гонком состоянии. Не очень, конечно, понятна причина, почему. Но надеюсь, что еще будет шанс выступить. — А про Олимпиаду интересно, вот я думаю, точнее, не интересно, а я вот тебя прошу напомнить нашим зрителям, потому что прошло уже два года. Может быть, кто-то там упустил или уже подзабыл. А в каких гонках ты бежал, и какая лучшая для тебя вот была на этой Олимпиаде? — Я бежал, получается, в классическую разделку, пятнашку. И девятое место там занял. Одну гонку. — А я, интересно, рассчитывал на какое? Каким был ты доволен, на что ты планы какие строил? — Ну... — В призы попасть? — Да, хотелось. И, в принципе, по состоянию я, наверное, был в хорошем состоянии, близок, чтобы побороться. Но как-то не сложилось, не доработал где-то. — После игр ты был расстроен или все-таки получилось кайфануть? — Ну, был какой-то период, ну, время, когда расстроился, но, в принципе, потом все это, как сказать, отложил в дальний ящик. Все забыл. И, ну, уже новые старты, новые эмоции. И заново начал дальше продолжать работать, как бы не оглядываясь назад. — Многие ребята, наши лыжники, на этой олимпиаде стали призерами. Там фантастическая, на самом деле, успешная очень олимпиада получилась для российских лыж. На их триумфы с какими ощущениями ты глядел, смотрел, наблюдал? — Мне очень рад, конечно, за ребят, потому что действительно очень сильная команда собралась за последнее время. И там все достойны своих медалей. — Ну, зависти не было? — Да нет, зависти какая зависть, как бы, в принципе, зависть тебе, она в жизни ничего не дает, как бы, только самого тебя, может, разрушает. Наоборот, был очень рад, потому что все в хороших отношениях и, в принципе, все достойны. И я смотрел эстафету, как бы, и рад был, что они выехали. — Тогда хотел еще поговорить о твоем вообще потенциале как спортсмена. Насколько твой спортивный потенциал, ты считаешь сам, реализован на сегодняшний момент? — Ну, я надеюсь, как бы, и рассчитываю, что еще лучшие гонки у меня впереди. Хотя я уже довольно, ну, по меркам наших российских вышли, наверное, уже в приличном возрасте, как бы, мне 30 лет. Но я в то же время очень поздно начал заниматься. И я думаю, что еще впереди лучшие гонки. — А вот, да, если ты говоришь, что впереди гонки лучшие, то на данный момент, на данный период, на сегодняшний момент, что пока вот не дается, да, достичь пика? Почему так вот? Или это просто нормально, что ты вот столько лет должен дойти до этой, там, главной гонки своей жизни? — Ну, все же индивидуально, кто-то более талантлив, кто-то, кого-то больше одарила природа, у кого-то более лучшие мысли. У каждого, как говорится, свой путь. И для кого-то медаль, там, одна медаль, там, с чемпионатом мира и Олимпийские игры, это будет, как бы, его предел. А для кого-то, там, и 10 медалей, ну, будет не по толком. Поэтому тут у каждого свой путь, и якобы иду по нему, рассчитываю на побороться еще за медали мировых первенств и Олимпиады. — Ну, я имею в виду, на данный момент, Илья, вот интересно просто, как ты вот, ты же наверняка это анализируешь, думаешь об этом вместе с тренером. Почему сейчас вот пока что ты не достиг пика, скажем так, да, вот? — Ну, в принципе, вот в прошлом году у меня были неплохие результаты. Потихонечку расту, я вот не знаю, как этот год сложится, но пока все годы до этого был... — Прогресс, да? — Постепенный, да, прирост, результатов не было. Был, конечно, там, 24-25 лет какой-то определенный регресс, но там тоже факторы были, которые должны были произойти. А после этого, сезон за сезон, у кого постепенный прогресс, я рассчитываю, что и в этом году будут результаты лучше, чем в прошлом. — Я предлагаю тебе передать привет болельщикам, потому что очень много людей, на самом деле, смотрят за вами и с большим удовольствием наблюдает каждую вот эту деталь. Разминку, заминку, гонку и, правда, лыжи очень любят в нашей стране. Скажи, болельщики, их присутствие на трибунах во время соревнований, насколько для тебя, как для спортсмена, это важно? — Да, это очень важно, на самом деле, и хочу обратиться, приходите все, поддерживайте нас, потому что это действительно важно, это сильно поднимает дух спортивный и бодрит, ну и атмосфера совсем другая становится. Поэтому смотрите, болейте за лыжами, всем огромный привет, особенно болельщикам из республики Коми, их большое количество, они нас сильно поддерживают. — Лыжи вообще в Коми очень любят? — Да, это у нас традиционный номер один вид спорта. — Я видел там несколько раз, как у тебя берут автографы, как просят сфотографироваться с известным лыжником. Вот эти моменты, как ты их воспринимаешь? Какие эмоции в этот момент у тебя, когда к тебе подходят и просят об автографе или об общей фотографии? — Ну, это, во-первых, приятно, как бы, что же тебя узнают, что поддерживают и, в принципе, ценят твой труд. Так что нам, как спортсменам, это очень приятно. И мы стараемся не отказывать никому и фотографии, и там, и автограф поставить. — А неприятные моменты какие-то были связаны с болельщиками? — Так... — Люди же очень разные. — Ну, неприятных именно со мной, наверное, так и не было. Вот мне вот помнится, что мы когда-то бежали в Норвегии в этом Холминг-Холлингский марафон. И там, в принципе, очень много болельщиков, и они не всегда в трезвом виде приходят. Ну, у них такая культура боления, видимо. — Они, может, и приходят в трезвом, но в процессе, да, уже? — Да, они как приходят, как на пикник, грубо говоря. И в процессе уже доходит до стадии такой-то, что мы бежали, и один болельщик Андрюхи Варькову просто бежит вот рядом с ним, где-то буквально полметра. И что-то ему кричит, кричит, кричит. Андрюха от него отмахнулся, и тот ему просто, ну, поливает. Ну, просто какая-то жесть. — Это прямо во время гонки? — Да, во время гонки, во время полотинника. — Охренеть. — Да. — У тебя берут автографы, а ты когда-нибудь брал у кого-нибудь автограф? — Я брал, когда был молодым спортсменом. У меня есть автографы и Василия Орочева, и Александра Легкова. Так что, наверное, их автографы в этом у меня есть. — А у тебя был какой-то кумир или ориентир спортивный? — Не, ну, когда мы были молодые, мы смотрели, у нас показывали и биатлон, и лыжные гонки, там болели. Конечно, Легков, наверное, был тогда кумиром у всех, и как бы все за него болели, потому что довольно-таки яркая карьера, и которая притягивает к себе болельщиков. А из иностранных тогда был Петер Нортук, ну, королем лыж, и поэтому тоже все старались, и технику подражали его, и... — При том, что, говорят, у него не идеальная совсем. — Да, совсем не идеальная, да, но вот когда он лучше, все старались, смотрели, тоже за него болели. — А кто круче, Нортук или Легков? — Ну, для меня, наверное, тяжело так выделить, как бы, да, по медалям, конечно, Нортук, но вот по эмоциям, которые, да, вот, паутинник Сочина, но Легков явно, как бы, лучше Нортука. — Скажи, вот сейчас ты, там, известный лыжник, успешный спортсмен, есть у тебя сейчас какие-то коллеги, за которыми ты следишь, и, возможно, они чем-то, там, тебя, ну, так, впечатляют, что-то подчерпываешь, там, или наблюдаешь, что-то интересное к себе берешь, там, в копилку знаний, скажем так? — Не, конечно, да, я смотрю за всеми ребятами сборной, смотрю, что они делают, как бы, и много, ну, что беру на свое вооружение. — Так, а Илья, а насчет вот иностранных, интересно, спортсменов, у них что-нибудь подчерпнуть, есть такая история или нет? — Ну, у них, наверное, больше так, когда мы смотрим, ну, все равно сейчас смотрим только по телевизору, может, какие-то технические моменты, ну, подчерпываем для себя, вот, а именно по тренировочному процессу мало с ними сталкиваемся все равно, поэтому... — Тебе было бы интересно потренироваться с кем-то из иностранцев? — Да, конечно, в принципе, это хороший опыт был бы с теми же, с той же дистанционной группой Норвегии, потренироваться. — С норвежцами, интересно? — Да, именно с их методикой. — Ага, здорово. Слушай, а ты вот рассказывал, да, чуть раньше по поводу того, как устроено в Норвегии, там, вот, как у них сборы проходят, как они тренируются дома, ты это все откуда знаешь? Ты как-то следишь за ним, там, читаешь что-то? — Ну, это вроде так, как бы, в принципе, общедоступная информация. — Нет, ну я не к тому, что ты там, говоришь, шпион, я просто не интересен, ты как бы интересуешься, следишь как-то вот за тем, как коллеги готовятся? — Ну, все равно какие-то статьи, подписан в Телеграме, например, на различные, там, спортивные, на учпопы, как говорится, там, статьи выходят интересные, оттуда что-то подчеркиваешь, читаешь, да и вообще, как бы, спортивную литературу иногда прочитываешь. Ну, и сам-то глазами видишь, где-то на Ютубе видео, поэтому так все в общей картине складывается. — А вообще, что и кого ты смотришь? Вот расскажи, да, известный лыжник, на кого ты подписан, помимо, там, каких-то, может быть, лыжных, да, вот, каналов, и очень интересно. — Именно в Ютубе? — Ну, в Ютубе, в Телеге. — В Телеге я много на что подписан, как бы, и по спортивной тематике, это, наверное, вот, ну, наши каналы, лыжные, вот, потом вот есть именно спортивные такие, вот, а в Ютубе на многих блогеров подписан, в принципе, что-то интересное, там, какие-то вещи. Не зацикливаюсь только на спорте, большой, в принципе, большая разновидность направлений каналов. — Контенты, да? — Да. — Все ясно. Илья, я хотел поговорить еще о моменте, когда ты вот только понял, что будешь профессиональным спортсменом. Можешь рассказать, когда это было, при каких обстоятельствах, и как ты принял решение, что теперь ты крутой профессионал? — Ну, это, наверное... — В каком возрасте? — Это решение принималось в 11 классе, когда уже было два направления, либо идти дальше, продолжать учиться, поступать в хороший вуз, получать хорошее образование, либо поступать в более простой вуз, как бы, где попроще, и заниматься лыжами. И, в принципе, у меня тогда были такие результаты пограничные, и на последнем первенстве я, вроде, в трех гонках попал в призы. — В первенстве России, да? — Да. Или в двух, наверное, в двух гонках попал в призы. И мы так с родителями посовещались, и, в принципе, решили, что давай продолжать в лыжах. — Поддержали тебе родители? — Да, поддержали. — Бывает же такая история, знаешь, вот эти фразы, там, олимпийским чемпионом все равно тебе не стать. — Ну да, у меня, в принципе, довольно-таки спортивная семья, и они, в принципе, полностью меня поддержали в этом вопросе. — Вообще мало известно о тебе, там, я, если честно, вот я листал, там, и Ютуб, и разные другие источники. Немного у тебя интервью, особенно больших таких, вот, мог бы ты рассказать для наших зрителей вообще, как ты попал в спорт, как ты начинал? — Да, начинал, вырос я вот в селе, как бы, в Усильма. У нас особо именно в выборе, как и в этой секции, маленький был выбор, поэтому у нас были... — Что было, лыжи, что-то еще? — Лыжи были, мини-футбол, и все, и что-то более-менее профессиональное, как бы, ничего не было. А все равно тебе нужна какая-то тусовка в детстве, ну, общение, друзья, поэтому... Плюс, что, когда это все завязано спортивными играми, ну, это, вот, меня именно приманило в лыжи, и вот эти факторы. — И в каком возрасте ты начал заниматься? — Кататься я вообще стал с детского садика, с дедушкой ходил, ходили пятиклометровый круг тихонечко с ним, вот, а вот в секцию пришел в четвертом классе. — А результаты, интересно, первые какие-то, вот, когда ты понял, что получается у тебя это когда было? — Ну, если, смотря какие результаты, как бы, вот, на российском уровне, наверное, вот, пришли, вот, ну, довольно поздно, вот, именно, где-то, 10-11 класс. — На уровне, вот, там, региона? — На уровне региона, вот, наверное, там, средние, средние юноши. Довольно, в принципе, поздно, вот, у меня все результаты приходили, поэтому и я до последнего, вот, как бы, занимался учебой много, и у меня вот это и была неопределенность. — Какой у тебя любимый предмет был в школе? — Ну, я люблю больше математические все предметы, и меня больше стянет к этому. — К точным, да, наукам? — К точным наукам, да. — А, понятно. Расскажи, Илья, вот, виды спорта, помимо лыжных гонок, за какими еще видами спорта ты наблюдаешь? И наблюдаешь ли? — Ну, сейчас, как-то вот, когда семья, сейчас есть ребенок, и очень мало вообще времени остается за кем-то следить, кроме лыж. Чуть-чуть бывает биатлоном, ну, прослеживаю, вот, а так, наверное, ну, больше никаким видом спорта. Раньше любил футбол, увлекался им, и прям смотрел там все матчи, там, от премьер-лиги до лиги чемпионов. — За кого болеешь? — Ну, сейчас вообще уже не за кого, а болел за «Зенит». — Я тоже. — Да. А сейчас вообще просто даже ничего не смотрю, там, даже финал лиги чемпионов. — Ну, ты знаешь, кто тренирует «Зенит»? — Ну, да, Сергей Семак. — Ну, все, значит, ты в теме, уже достаточный уровень, чтобы сказать, что ты болельщик. А скажи, а вот лыжные гонки, ты смотришь «Кубок мира» или нет? — Смотрю, какие-то яркие гонки смотрю, особенно, которые мне, например, нравятся именно по показу. Вот мне всегда нравятся гонки вкусом в руки, вот открытия, как норвежцы показывают гонки. Бывают какие-то, например, там, скандинавты, европейские этапы, я вот, ну, не просматриваю даже. Особенно вот разделки, бывает, нескучно показывают, и, ну, не смотрю. Ну, плюс смотрю чемпионаты мира, вот, планницу, в принципе, посмотрел все мужские гонки, просмотрел. — А вот из прошедшего сезона ты можешь выделить какие-то гонки, которые, может быть, тебя впечатлили мировые? — Да, наверное, их не так много, наверное, гонки, где там клэба смогли обыграть, ну, в спринтах понравились. — А тебе спринты интересно смотреть? — Да, интересно. — Учитывая, что это не твоя профильная дисциплина, все равно интересно, да? — Ну, да, конечно, там высокие скорости и борьба интересная. Вот, и интересен был скиатлон Планец. Мне понравился тоже, когда вот Крюгер-Срёта вот на коньковой части начали атаковать вначале, и как клэба, ну, пытался за ним надержаться. Ну, тоже очень интересно. — Ага, круто. Слушай, а скажи, а вот насколько ты считаешь важным вообще вот смотреть сейчас российским спортсменам за тем, как проходят мировые соревнования? Насколько это важно? Потому что есть же вот нюансы, что-то меняет все равно, да, из года в год. Или это не так существенно все? — Да, я думаю, тут уже дело каждого и выбор каждого — смотреть, не смотреть. — Ну, с профессиональной точки зрения я имею в виду. — Ну, с профессиональной, в принципе, что-то можно, если ты что-то подчеркиваешь из этого, может, какие-то новые, там, не знаю, технические, может, навыки или какие-то тактические. Тогда, в принципе, можно смотреть. Ну, и просто для интереса, в принципе, мы занимаемся лыжами, это, ну, нам интересно в первую очередь. Я в первую очередь из-за интереса тоже это смотрю. Вот. А все нововведения, которые, ну, например, ФИС вводят, они, в принципе, и в России также у нас вводятся. Как, например, в этом году в спринтах появилось то, что уже после четвертьфиналов нельзя работать с лыжами и менять лыжи. И вот, и это уже вот буквально на Кубке Хакасии уже, ну, были введены эти правила. — Да никто там как-то, знаешь, в серую, там, в темную никак не подшаманивает лыжи? — Да нет, все как бы. Все в рамках правил все работает. — Если говорить про другие виды спорта, ты мог бы где-то еще себя проявить столь вот ярко и стать хорошим спортсменом? Как думаешь, какие вот виды спорта могли бы тебе подойти? — Ну, это довольно сложный вопрос. Ну, думаю, в легкой атлетике как бы мне неплохо, наверное, получилось, потому что она не так тяжело дается. Вот, а в остальных, наверное, тяжело, ну, сказать. — Ты следишь за кем-то из легкой атлетов? — Да, тоже как бы только поверхностно, да. Вот как-то вообще сейчас выпадаю из повестки вот эти все спортивные. — Ты сильный спортсмен. И в чем главные, может быть, три, давай назовем, три главных твоих сильных качества как спортсмена? — Я тоже, наверное, такой тяжелый довольно вопрос. — Не скромно, да, хвалите? — Да, тяжело как бы такое сказать. Но я думаю, то, что выносливость может быть плюс техническая какой-то. Именно в коньке, конечно, я технически, ну, довольно слаб, вот, а именно в классике за счет техники получается хорошо выступать. — И давай третье что-нибудь найдем все-таки. — Ну, третье, наверное, это... — Сильная сторона? — Тактика. Именно на мостах. — Ага, ну, это как раз, наверное, и, да, вот твое внимательное отношение к гонкам, просмотрам. Это, возможно, тоже, да, помогает? — Ну, может быть, да, все как-то вместе складывается вообще. — А в таком случае три главных слабые твоей стороны? Назови, пожалуйста. — Слабые, наверное, это коньковый стиль и именно, наверное, вот взрывная там сила ног вот эта для конькового хода. Это, наверное, одно из самых слабых. Третье тяжело сказать. — В таком случае вот я хотел о твоем успехе поговорить, как лыжника, да, и вообще, в принципе, обсудить, что нужно спортсмену, человеку, чтобы стать топовым, да, атлетом. Какие качества, какие составляющие этого успеха ты можешь выделить? — Ну, об успехе, наверное, так громко сказано. Как бы сейчас все равно крупных побед таких, ну, мне, наверное, еще не избавлен я. — Слушай, Илья, ну ты мастер спорта международного класса, ты участник Олимпиады, причем девятое место. Ты девятое в мире, это же очень круто. — Нет, да, согласен. Ну, как бы просто я так себя позиционирую, вот. — Ты просто хотел подчеркнуть, что ты скромный парень, да? — Да, да, да. Вот. Наверное, самое главное — это вера в себя, как бы верить, во-первых, и плюс постоянная работа, ежедневное трудолюбие. И все это окупается, и она попросту никогда не проходит зря. Поэтому всегда это все выливается в результат. Может быть, не в этом сезоне, но через два, через три все это окупится. — И финальные два вопроса, которые я задаю всем спортсменам, с которыми общаюсь. Какая у тебя главная спортивная цель была, когда ты только пришел в спорт? — Была вот стать олимпийским чемпионом. — Ну, и в таком случае финальный вопрос. Какая у тебя главная спортивная цель прямо сейчас? — Ну, она не изменилась, в принципе, с детства. — Илья, супер! Спасибо тебе большое за этот разговор. Я, во-первых, желаю тебе все-таки стать олимпийским чемпионом. Я очень надеюсь, что очень переживаю за вас, за лыжников, за наших спортсменов, потому что, конечно, я понимаю, что вот это такое давление, когда нет возможности выступать на международных аренах, да, и соревнованиях. Это, конечно, вся такая серьезная, тяжелая история. Поэтому я желаю, чтобы поскорее вы вернулись, сражались с лучшими спортсменами. И пускай, правда, результаты твои только растут. И надеюсь, что мы встретимся совсем скоро после того, как ты станешь олимпийским чемпионом. Мы поговорим, каково же это. Спасибо тебе за интервью. — Спасибо. Если вам понравилось это интервью, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски с лучшими спортсменами и лыжниками. Будет еще очень много интересного, всех главные звезды лыжного спорта на моем канале. Следите, подписывайтесь, не пропускайте. Увидимся. Всего вам доброго. Пока.